18 неизвестных, но кое-что о них все-таки известно. Кто претендует на пост мэра Сочи? По документам частного дома надели и магазин, и гостиница, и столовая. Туда наведались судебные приставы. Сочинским ТОСом 25. К юбилею общественники решили изготовить свой собственный знак почета. Молодежная хоккейная лига представила в Сочи новый кубок Харламова. Он получил новый дизайн, но сохранил узнаваемые черты. На должность мэра Сочи будут претендовать 18 кандидатов. Накануне вечером завершился прием документов от желающих участвовать в конкурсе. Имена претендентов на пост мэра Сочи не разглашаются. Глава конкурсной комиссии Галина Москалева, которая возглавляет департамент внутренней политики Краснодарского края, рассказала порталу ЮГАРУ, что кандидаты не хотят, чтобы их имена были известны. И это предусмотрено федеральным законом. Однако о конкурсантах известно вот что. На должность мэра претендуют 4 женщины и 14 мужчин. Средний возраст кандидатов составляет 45 лет. 17 кандидатов из 18 имеют высшее образование. Большинство являются руководителями коммерческих предприятий. 13 претендентов проживают в Краснодарском крае, в том числе 9 в Сочи, 2 зарегистрированы в Москве, 3 в других регионах Удмуртской республики, Ингушетии и Екатеринбурге. Заседание конкурсной комиссии, на котором станет известно имя мэра Сочи, состоится 10 сентября. Повышение выплат сельским пенсионерам, отказ от отсрочки для призывников и новшества в школах и детских садах. Известия публикуют обзор нововведений. Что изменится в жизни россиян с 1 сентября, узнаем из следующего материала. К 1 сентября должен завершиться перерасчет выплат неработающим сельским пенсионерам. Их ждет дополнительная прибавка – 25% от суммы ежемесячной фиксированной выплаты. В среднем речь идет об увеличении пенсии примерно на 1300 рублей в месяц. Претендовать на нее могут жители сельской местности, которые имеют стаж работы в сельском хозяйстве. Касается новая мера представителей определенных профессий. Всего в перечне их около 500. С начала сентября владельцы беспилотных летательных аппаратов, в том числе небольших игрушечных дронов, должны будут ставить их на официальный учет. В соответствии с постановлением правительства регистрировать нужно устройство весом от 250 граммов и до 30 килограммов в течение 10 дней с момента их покупки. Регистрации подлежат как устройства, произведенные в России, так и везенные из-за рубежа. Исключения сделают для устройств, принадлежащих иностранцам и временно везенных ими на территорию страны. После регистрации дроны будут внесены в специальную базу. В случае кражи или утери устройства об этом также надо будет сообщать. Рассматривать заявление и вести реестр будут в Росавиации. Заявление с фотографией беспилотника можно отправить почтой, через портал учета беспилотных судов или через единый портал госуслуг. В начале осени в силу вступают новые правила продажи билетов в театр, на концерты и другие культурные и развлекательные мероприятия. Закон, принятый в июле, был разработан для борьбы с перекупщиками. Среди основных требований запрет на продажу неофициальными посредниками, а также ограничения по размеру наценки. Она не должна превышать 10% от цены билета. Продавать билеты смогут не только сами организаторы, но и посредники на основании договора с ними. Их список должен быть размещен на сайте культурного учреждения. Порядок возврата билетов тоже планируется ужесточить, чтобы лишить перекупщиков возможности массово сдавать непроданные билеты перед самым началом мероприятия. Чтобы получить назад полную стоимость билета, сдать его нужно будет не позднее, чем за 10 дней. Еще один закон, который вступит в силу в начале сентября, предполагает внесение изменений в федеральный закон о воинской обязанности и военной службе. Касается он граждан, которые подлежат освобождению от призыва или могут претендовать на временную отсрочку. В новой редакции некоторым из них предоставляется право добровольно отказаться от льготы. Речь в частности идет о тех, кто подлежит освобождению от призыва в силу наличия ученой степени, о родных братьях и сыновьях граждан, погибших во время военной службы, а также о студентах-очниках. Для остальных категорий граждан никаких изменений не предусмотрено. Сообщить о желании добровольно отказаться от отсрочки можно, обратившись с заявлением в приемную комиссию военкомата. С началом нового учебного года родителям больше не надо будет нести в детские сады медицинские справки из поликлиники, которые раньше предоставлялись ежегодно. Теперь справки понадобятся только детям, побывавшим в местности, где были зафиксированы эпидемии. При этом в рамках перехода на электронный документ оборот с осени такой учет должен будет вестись автоматически. Если ребенок пропустил более пяти дней, его адрес сверяют с данными об очагах инфекции. В случае выявления совпадений с родителями детей свяжутся по электронной почте или по СМС. Продублировать информацию также может воспитатель. Если такого сообщения в семье не получали, то справка не потребуется. Кроме того, в ряде российских школ в новом учебном году обязательными могут стать уроки шахмат и еще два новых предмета – родной язык и литература. Актуальны они в первую очередь для регионов, где проживают представители различных национальностей или небольших народов. При этом выбирать, какой именно язык изучать в рамках программы ученики и их родители смогут самостоятельно. Галина Моисеева, телекомпания, ФКТ. Более миллиарда рублей Кубань направила на подготовку школ к учебному году. Об этом журналистам рассказал Вениамин Кондратьев. Глава региона отметил, что в этом году в первый класс пойдут 72 тысячи детей. Многие учебные заведения отремонтированы и переоборудованы. Где-то заменили окна, а где-то благоустроили территорию. На выделенные средства были закуплены учебники и приобретена новая мебель и современное оборудование. О подготовке школ к новому учебному году говорили накануне в Краснодаре. Глава региона провел традиционный час контроля. В частности, речь зашла о ремонте и строительстве спортивных залов. К первому звонку в некоторых муниципалитетах оказались не готовы. Экзамена «Готовность школ» перед учебным сезоном чиновники сдают лично губернатору. В зале – заместители главы региона и министры по видеосвязи, руководители городов и районов. Час контроля сегодня – исключительно про образование. Специалистам пришлось потрудиться, чтобы подобрать проблемные темы, но такие все-таки есть. В «Горячем ключе» Ейском и Лобинском районах не успевают отремонтировать спортивные залы в школах. Несмотря на то, что деньги перевели несколько месяцев назад, местные чиновники, как под копирку, обещают закончить попозже. На сегодняшнее утро готовность уже 67%. Подключили еще одну бригаду, работают до 22.00 без выходных. И 5 сентября мы закончим. У вас 8 июня доведение средства краевые, отыгран конкурс, зашел подрядчик. Сегодня они на объекте, до 11 сентября работы будут выполнены обязательно. Каждый день находим кучу оправданий, объяснений, почему у нас не получается. Я понимаю, есть вещи объективные, но еще раз говорю, нет, не может быть оправданием того, что мы где-то что-то не достраиваем, либо не реконструируем, либо не ремонтируем. Не может. Я больше это просто коллеги слушать бы не хотел, поэтому обращаюсь к коллегам вице-губернаторам, министрам, коллегам, руководителям департаментов, управлений. И максимально берите, мобилизуйтесь, вырабатывайте алгоритмы, исходя из сегодняшнего правового пространства, экономического пространства. И выходите на результат. К результатам вопросы у губернатора есть и по строительству спортивных залов. В ряде кубанских школ их просто нет. Детям приходится заниматься на улице и в приспособленных помещениях. Вениамин Кондратьев давал поручение исправить ситуацию. В прошлом году в 11 школах уже появились новые спортзалы. В текущем рассчитывали построить еще шесть, но за это время изменилось законодательство и ужесточились требования к такому роду объектов, что привело к их удорожанию. Произошли изменения в градостроительном кодексе, которые сегодня не дают нам возможность, не дали возможность строить те спортзалы, которые мы строили в 2018 году. Цена, во-первых, увеличилась с 12-15 примерно миллионов. За такую цену мы строили спортзал в 2018 году, увеличилась практически до 40 миллионов. Но даже в таких условиях экономить на детях недопустимо, сказал губернатор. Вениамин Кондратьев дал поручение закрыть вопрос с отсутствием спортивных залов в школах уже в ближайшем будущем. Наши объяснения, я уже не раз говорил, они никому не нужны. Там, где спортзала в школах нет, мы еще три года назад договорили, что они должны быть и деньги на это. Я дал поручение в бюджете предусмотреть. И предусмотрели. Но спортзалов так до сих пор и нет в некоторых школах. Куда годится? 50 лет ждали, и ученики, которые уже родителями стали, родителями стали, а спортзалов до сих пор нет. Дайте алгоритм, график, и чтобы у меня было понимание, и у родителей было понимание. Когда все-таки спортзал в этой школе появится? Два года на целом на реализацию этой программы. Два года. Нормальный учебный процесс сложно представить и без качественного школьного питания. А сейчас собственные завтраки и обеды делают в 30% кубанских школ. Частично образовательные учреждения едой обеспечивают специализированные комбинаты. В остальных случаях поставкой питания по контракту занимаются предприниматели. И здесь качество не всегда на высоте. В прошлом году от родителей поступило 30 жалоб. Венимин Кондратьев попросил проверить, насколько хорошо организовано питание в школах. Мы, по-своему, отвечаем за жизнь подрастающего поколения, и здоровье тоже. Поэтому отдать на оттуда можно и нужно. Там, где мы имеем положительный результат, а в первую очередь, это вот такие родители. Обитание детей в школах. И моя точка зрения, там, где есть пищеблоки, где можно готовить, значит, там нужно готовить. Школьное питание непосредственно в этих пищеблоках этих школ. Но там явно, где нет пищеблоков, ну, конечно, питание нужно привозить. Даже если это цех по производству школьного питания, захлебись все равно за нашими местными производителями. Пусть они их покупают. И мы будем понимать, каким продуктом кормят наших детей в школах. Василий Ильич, возьмите, посмотрите и проверьте с точки зрения того, откуда продукты-то. Вопрос лежит, может быть, компетенции муниципальных образований. Но здоровье детей, качество питания джинс 100% в нашей долине ответственности. Оценку всей проведенной работе теперь поставят родители школьников и сами ученики. Через три дня за парты по всей Кубани сядут 672 тысячи ребят. Учителя и директора школ, руководители колледжей и ректоры вузов. Около тысячи человек собрались в Краснодаре. Еще 4 тысячи подключены по видеосвязи. Сегодня прошел общекраевой педагогический совет. На нем обсуждали вопросы развития системы образования в регионе. Участие в заседании принял губернатор Кубани. Перед началом совещания Вениамин Кондратьев посетил выставку. На ней представлены современные технологии, которые внедряют в учебный процесс. Например, об основах робототехники в школах теперь рассказывают. Начиная с первого класса. Это уже изобретение. По сути говоря, все связано с мыслью, как вы говорите. Сначала надо придумать, просчитать, заложить программу. Только потом это все создается. Но у детей огромный интерес. Классы мы должны комплектовать, а классы комплектованные. Уже будут формировать новое мышление завтрашнего поколения. И уже новое мышление позволит нам сделать многое того, что сегодня мы сделать не можем. Потому что где-то не хватает того самого мышления. Оперативного, прикладного, пространственного. Оно формируется с раннего уровня. Вениамин Кондратьев также заметил, что необходимо устранить разрыв между качеством и условиями получения образования в городских и сельских школах. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. К другим новостям. Около 300 объектов ИЖС стали площадками для незаконного бизнеса. Гостиницы, столовые или торговые павильоны находятся во дворах частных домов. В основном в Лазаревском и Адлерском районах. Борьба с таким предпринимательством была усилена в начале лета по поручению главы города. За последний месяц только в Адлере было выявлено 80 недобросовестных владельцев земельных участков. Из них шесть решили не играть с законом и переоформили документы. Кого в ходе очередного рейда пришлось опечатать, узнаем из следующего материала. Уберите, пожалуйста, сдается жилье. Да, да. Потому что жилье не сдается. Вы просто мне рассказываете одно, а по факту другое. Нет, да, да. Ну вот. И вот здесь вот тоже комплексные обеды. Хорошо. Этот земельный участок по улице Общинной предназначен исключительно под частный дом. Но собственники решили вести здесь бизнес. Открыли столовую и сдают жилье. Налоги не платят. Факт нарушения был выявлен во время рейдов сотрудниками управления земельного контроля. Сегодня уже с решением суда о запрете коммерческой деятельности пришли судебные приставы. Поэтому сегодня мы вас опечатаем, закрываем. Вы работать пока не будете. Пока до разбирательства судей с администрацией. У нас есть решение суда, мы его обязаны выполнить. Решение суда не обсуждается, а исполняется. Рекламные таблички были убраны и столовая закрыта буквально с минуту. Такой же неприятный момент пришлось ранее пережить и хозяину гостиницы по соседству. Но в данном случае собственник признал свои ошибки и уже поменял целевое назначение участка. Платит налоги и спокойно принимает гостей. А вот эту гостиницу с двумя корпусами уже опечатывали около трех недель назад. Вы знаете, что в данном объекте находиться нельзя. Находится под запретом. Вы знаете, но я вам сообщаю, поэтому вам уже необходимо будет покинуть объект. Соберите все необходимые вещи и мы будем опечатывать сейчас данные. Мало того, что собственник земли незаконно ведет здесь предпринимательскую деятельность, так и сам объект был построен без разрешения. Коммуникации тоже подключены нелегально. По решению суда здесь запрещено размещать людей в целях их же безопасности. Сотрудники ресурсоснабжающих организаций уже не раз отрезали доступ к сетям, но собственники самовольно подключались снова. За данные правонарушения в рамках мониторинга земельных участков администрация регулярно составляет акты установленной формы, которые далее направляются в управление Росреестра для рассмотрения вопроса о привлечении данных граждан к административной ответственности. Более того, администрация также готовится к иске к данным землепользователям о понуждении их к изменению вида разрешенного использования. Обратиться с заявлением и поменять вид деятельности придется и собственнику этих торговых павильонов. Они сдаются в аренду на территории частного дома. Арендаторы утверждают, они не в курсе, что торговать здесь незаконно. Всего в Сочи выявлено около 300 объектов ИЖС, где ведется незаконная торговля. На 18-ти собственники добровольно скорректировали документы. По остальным составлены материалы, их передают в правоохранительные органы. Больше всего нарушений в Лазаревском и Адлерском районах. И в основном летом. Это понятно, хочется заработать. Но вести бизнес законно не так-то и затратно. Налог берется в процентном соотношении от кадастровой стоимости земли. Так, на индивидуальный жилой дом ставка полпроцента. Если на территории ИЖС организована продажа товара или объект питания, то немного больше – 0,8%. Если объект становится гостиницей, то ставка вырастет до 1,2%. Такие же ставки и по расчету штрафа за нарушение правил землепользования. Причем повторные нарушения могут привести и к уголовной ответственности. В Сочи состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости. На совещании отметили, что с начала этой работы в Сочи мониторинговыми группами уже проверено 5000 компаний. 2500 предпринимателей были приглашены для детального разговора в администрацию города. Многие получили штрафы за отсутствие со своими сотрудниками трудовых договоров и выплату зарплат в конверте. Штрафы существенные – для должностных лиц до 20 тысяч, для юридических – до 100 тысяч рублей. Основная цель комиссии – это все-таки не оштрафовать предпринимателей, а ввести их в правовое поле. Для того, чтобы они понимали, как правильно, грамотно оформлять своих сотрудников на работу. С тем, чтобы их сотрудники в дальнейшем получали все положенные социальные выплаты. Также на совещании затронули тему трудоустройства людей предпенсионного возраста. За необоснованный отказ в приеме на работу или их увольнение работодателям грозят штрафы и ответственность вплоть до уголовной. Сочинские ТОСы отмечают 25-летие. Ровно четверть века назад в городе образовался Первый совет местного самоуправления. Сегодня общественники собрались торжественно отметить юбилей и подвести итоги. И впервые за годы работы награды за активную позицию вручали не им, а они сами. Настоящие патриоты Сочи. Так говорят о горожанах, которые состоят в ТОСах. Эти люди не безразличны к судьбе родного города, двора, дома, поэтому и выбрали общественную работу. Организация праздников в микрорайонах – это малая часть их деятельности. Основная задача членов ТОС – помощь инвалидам, ветеранам, детям. Взаимодействуют они и с полицией, и с руководством города. ТОС Мацеста, например, работает с 1997 года. Сделано многое, но самые заметные перемены произошли за последние 10 лет. Перечислять не стоит, говорят местные жители. Все видно невооруженным глазом, как, например, новый сквер на набережной Мацесты. Я благодарна главе города за поддержку этого парка на всех уровнях власти, вплоть до федеральных, поскольку это очень сложно и трудно было пробить 7 гектаров парка. Мы помогаем и людям старшего поколения, и инвалидам, многодетным, малообеспеченным. То есть все, что касается жизни населения, это наше. Естественно, это наведение порядка, потому что это наш дом. Подводя итоги, ТОСовцы вспоминают начало пути. Старые подъезды без окона, где-то и без дверей, пустые дворы. Сегодня детские и спортивные площадки – это не диковинка, а обычное явление. В микрорайоне не было на то время ни детских площадок, ни каких-то мест для отдыха пожилых людей. На сегодняшний день в микрорайоне оборудована детская игровая и спортивная площадка. Организован досуг для старшего населения. Поскольку мы сами живем на этих территориях, естественно, нам хочется, чтобы мы жили в благоустроенных, комфортных условиях. Сегодня в Сочи 75 ТОСов. Друг друга они считают большой семьей, объединенной одной идеей и целью – работать на благо любимого города. Обычно работу общественников оценивают власти и поощряют органы самоуправления, в том числе денежными грантами. Сегодня же в честь юбилея местные активисты решили дать свою оценку руководителям города, взаимодействовать с которыми им приходится ежедневно. Для этого придумали свой знак почета. Главе города и председателю городского собрания вручили серебряные знаки с гербом Сочи, изготовленные лично председателем ТОС Солоняки Андроником Чайляном. Очень много было сделано в разных направлениях. Это касается и, конечно, благоустройства, где многие-многие из вас были активнейшими участниками, которые были инициаторами. Я так попытался посчитать, сколько же построено скверов маленьких, больших, и насчитал, что свыше 30. Мы с вами очень большие молодцы, что вы такую огромную работу проводили. И я желаю, чтобы ТОСы стали еще большими хозяевами, чтобы они добивались еще лучших результатов, и чтобы каждый двор, каждая улица, каждый дом становился все красивее, красивее, красивее. Сучинские ТОСы регулярно входят в число победителей региональных конкурсов, а в этом году решили объединиться в ассоциацию. Новая форма даст общественникам возможность претендовать на федеральные гранты. Татьяна Говоркова, Инга Габеш и Алексей Давыдов. Телекомпания ФКТ. Такого отношения в Юрмале не было никогда. Руководство конкурса «Новая волна» высоко оценило помощь города Сочи в организации «Большого праздника музыки». По окончании недельного музыкального марафона организаторы «Новой волны» поделились с журналистами впечатлениями о прошедшем конкурсе на пресс-конференции. Было отмечено, что август – самый удачный месяц для проведения музыкального фестиваля. Об этом свидетельствуют всевозможные рейтинги и посещаемость концертов. Она превысила все ожидания. Глава Сочи Анатолий Пахомов также подчеркнул, что «Новая волна» – это престижное для города мероприятие. Конкурс известен во всем мире. Его трансляция с видами Сочи на федеральном канале в течение года – дополнительная реклама курорту. Для города это очень престижный конкурс. «Новая волна» в городе Сочи – это стало просто приоритетным мероприятием. И, естественно, и жители города Сочи ее очень сильно полюбили. Зрители у экранов телевизора и в концертном зале видели уже итог работы большой команды, в которую вошел и город Сочи. Но многое осталось за кадром. Это безопасность, благоустройство, праздничное оформление, работа транспорта – все это было на контроле городских служб. В канун закрытия волны на Южном Аллу прошел большой бесплатный концерт. Его посетили более пяти тысяч зрителей. 16-метровую сцену и оборудование для живого концерта тоже обеспечил город. За эти годы, конечно, у нас сложились действительно с городом и лично с руководителем города очень теплые отношения. Такого, конечно, отношения в Юрмане не было никогда. Мы все время что-то делали вопреки. И, конечно, приобретя здесь, надеюсь, постоянное место прописки, нам уже комфортно здесь. Мы понимаем, что нам здесь рады. Напомню, в этом году в конкурсе участвовали 13 исполнителей из 11 стран. Победителем «Новой волны» стала представительница страны-дебютантки фестиваля Албании 18-летняя Инесс Незири. Также на пресс-конференции назвали имя самого стильного участника конкурса. Им стал исполнитель Тарас из Украины. В Сочи проходят всероссийские соревнования по пляжному волейболу. Пляжный волейбольный сезон в России завершается и точку ставит заключительный турнир – Кубок России. Для участия в состязаниях в Сочи съехались 32 мужских команды и 24 женских. Составы многих из них звездные – в числе участников чемпионы России и мира, серебряные призеры первенства Европы, чемпионы юношеских Олимпийских игр. Команды на соревнованиях представляют не только клубы по пляжному волейболу, но и клубы суперлиги по классическому волейболу. В последний день лета определятся победители соревнований среди женщин, а 1 сентября в финальных матчах Кубка России встретятся мужские команды. А молодежная хоккейная лига представила новый Кубок Харламова. В 11 сезоне чемпионата МХЛ 34 команды будут бороться за обновленный трофей. Он получил новый дизайн, но сохранил узнаваемые черты. Презентация прошла сегодня в горах Сочи. Вес Кубка – 23,5 килограмма. Чаша сделана из латуни и покрыта никелем. Главная отличительная черта нового трофея – теперь его чаша открыта. Первый приз лиги венчала фигурка легендарного хоккеиста Валерия Харламова, именем которого назван трофей МХЛ. Она расположена и на новом Кубке. Также он стал тяжелее в два раза. Сейчас весит 23,5 килограмма. Вы видите, что не запаяна чаша, не закрыта вместимость 10 литров. И также он стал выше. Мы можем видеть на первой ступеньке – это 10 наших чемпионов. Первое десятилетие на второе – она готова для будущих чемпионов. Ждем, кто поднимет следующий этот трофей. Алексей Морозов отметил, что основание выполнено с расчетом на третий ряд для третьего десятилетия существования лиги. 11 сезон МХЛ стартует 3 сентября в Ярославле матчем Лока-Алмаз. И заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Продолжение следует...